В ноябре текущего года телеканал Узбекистан 24 со ссылкой на службу государственной безопасности Узбекистана выпустил видеоматериал, в котором содержались обвинения в адрес ряда граждан из числа трудовых мигрантов, находящихся в России на заработках. На этих собраниях участникам зачитывались выступления идейных вдохновителей течения джихадисты и террористической организации «Исламское государство». Мигранты оказались обвинены в том, что занимались отправкой своих соотечественников в зоны боевых действий. Один из обвиняемых оказался активист правозащитной организации «Йордам» – политзаключенный Рахмеддин Камолов. Корреспондент Хабархо обратился к защитнику Камолова, резонансному московскому адвокату Тимофею Широкову за комментарием. Вопрос о цепи доказательств. Можно категорически сказать, что в материалах уголовного дела, ни в материалах уголовного дела, ни в тех материалах, которые связаны с розыском Камолова, нет никаких сведений о том, что он призывал к психотической деятельности, что он участвовал в отправке людей в зону боевых действий, либо каким-либо образом причастен к финансированию этой деятельности. Это можно категорически утверждать, что это является выдулками и, в общем-то, луфи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова